Привет! Сегодня у нас 34-я часть, но прежде чем перейти к ней, давайте я кое-что вам напомню из предыдущей части. Мы говорили о случаях, когда артикль опускался, мы его не использовали. Там один момент есть, который я не упомянул, но в принципе мы когда-то раньше уже об этом говорили. Поэтому стоит еще раз напомнить и, может быть, добавить еще один пример. Вот смотрите, когда у нас есть обращение, мы обращаемся, мы не используем артикли. Hey, man! Эй, человек типа. Либо даже на сленге, чувак. Hey, man! Или просто обращение к человеку. Эй, послушай. What are you doing here? Что ты здесь делаешь? Дальше. Good morning, captain. Здравствуйте, капитан. Обращение ничего не ставим. May I ask you a question, professor? Можно вам задать вопрос, professor? E. Porter, help me with this trend, please. Дальше. Помоги мне, пожалуйста, чему-то нам. Вот. Все. Отлично. Об этом я упомянул. А вот теперь наша тема сегодня. Определенный артикль с прилагателями, перешедшими в разряд существителей. Из предыдущего какого-то там видео вначале у нас уже были примеры. Допустим, бедный, богатый. Да, мы брали прилагатель и оставили к нему артикль. Это превращалось в существительном множном числе. Допустим, poor, бедный. Но the poor, бедные. Rich, соответственно, the rich, это богатые. Я думаю, вы должны это помнить. Сейчас нечто подобное. Но только у нас уже не во множном числе это будет, а в единственном. Посмотрим пример. Итак, определенный артикль используется с прилагательным, близким по своему значению, соответствующим существительным. О чем это? Ну, допустим, вот предложение. It merely states the obvious. Это просто, наверное, означает просто, указывает на очевидное. Итак, есть слово obvious, очевидный. Мы поставили the, получается the obvious, очевидное, как существительное. Нечто очевидное. Дальше. They were confused and afraid of the unknown. Они были смущены, запутаны, сбиты с толку, были в замешательстве и боялись неизвестного. А now, неизвестный. Мы поставили the, получается the unknown, неизвестное. Вот о чем. Вот те слова, которые часто используются таким образом. Предлагательные. Bizarre. Странный. Необычный. Impossible. Возможно, impossible. Невозможный. Incredible. Невероятный. Inevitable. Неизбежный. New. Old. Это знакомо. Obvious. Очевидный. Ridiculous. Смешной. Sublime. Великий. Возвышенный. Supernatural. Сериал вспоминается, да? Сверхъестественный. Вот. Supernatural. Unbelievable. Невероятный. Unknown. Неизвестный. Unreal. Нереальный. Untinkable. Невообразимый. Невероятный. Похожий чем-то на Undeliveable. Есть. И теперь у нас упражнение. Что же тут можно сделать? У нас есть вот эти слова. Вы их уже знаете. Я только что рассказал о них. А, ну тут разве что? Exotic. Ну понятно. Экзотичный. Экзотичный. Нужно поставить в эти 7 предложений. Давайте сразу же будем думать. Итак, первое предложение. So, Vesco had a gun. Said Martello. Stealing. Итак, у Vesco был пистолет. Сказал Martello. Это указывая на... Ну, скорее всего, что? Очевидное, да? The obvious. Вот мы можем уже записать. The obvious. Так. Указано очевидное. Следующее. Второе. I think he has a taste for... Я думаю, у него есть вкус к чему. Ну, из этих вариантов, скорее всего, это... Да. Вкус к экзотике. К чему-то экзотичному. For the exotic. Дальше. They had a dream of... Into... Они приехали к чему-то... К чему? Towards a place... К тому месту that officially did not exist. Которое официально не существовало. Что-то может быть из этого? Невозможный, очевидный, неожиданный, экзотичный, неизбежный, с рецептами неизвестный. Наверное, неизвестный. We are known. We are known. Дальше. Четвертое. No one can achieve. Никто не может достичь. Ну, прямо выходит неизбежно. А, точнее, сейчас где-то у нас... Невозможного, да. Ну, achieve the impossible. Так вот, некоторые, думаю, не согласятся с этим пасабом. Пасабы. Пом-пом-пом-пом-пом-пом. Дальше. That they were interested in... Они были заинтересованы в чем-то. And looking for UFOs. И искали, и дословно и ища. UFOs это... And love. Так, что здесь... Ну, один вариант подходит. Supernatural. Сверх, естественно. А, не были заинтересованы. Сверх, естественно. Supernatural. Supernatural. Дальше. Четвертое. Ожидать неожиданного. The expected. Expect. The expected. And the... Део-то у нас... А, the unexpected. Нежинно. The unexpected. Есть. И седьмое. Nature always seems cruel and heartless when we are faced with... То есть, природа всегда кажется жестокой и бессердечной, когда мы сталкиваемся с... Смерть. Драд. И так это у нас неизбежно. With the inevitable. Вот такое вот предложение у нас. Все. Самое главное. Если у нас... А, прилагательное оставим к нему. Артикль. И довольно часто с этими словами происходит некий такой вариант, как существительное. Очевидное. Неизвестное. Такое семинарное, вполнеизбежное. И так далее. Вот такой простой урок на сегодня. Bye-bye. See you next time.